За что мы вот эту всю кровь проливали? За что это все происходило? Мы за что боролись? У нас что, были вопросы по поводу сжигания Корана? У нас что, были вопросы ЛГБТ-пропаганды? Когда это было? Никогда этого не было. И представьте себе, вот сидят они, значит, смотрят телевизор. Все, теперь всеми сферами жизни у нас владеет Россия. И поэтому нет сомнений в том, что шейх Мансур с Байзенгурум Бериновским продолжали бы бороться с Россией и поддерживали бы в этой ситуации, конечно же, противников России. Просто по причине врага моего, врага мой друг. Так вот, сегодняшнее философское видео, философский эфир, мы начнем с ролика, с видео Джамбулата Умарова. На одном из мероприятий, где они собрались, там всякие войска, где были презентованы новые батальоны имени шейха Мансура и Байзенгура Биноевского, сформированные Кадыровым, там выступил Джамбулат Умаров. И, на мой взгляд, он сказал очень такие важные вещи, которые и сподвигли меня на то, чтобы поприлософствовать немножко на эту тему. Давайте посмотрим, что сказал Джамбулат Умаров. Львы Ислама нас часто упрекают, что якобы мы, а это делают только враги Ислама и враги России, назвали именем великого имама Мансура легендарного Байзенгура Биноевского наши батальоны. Они содрогаются в ужасе и в диком страхе, узнав, что эти великие имена джихада вступят на твердю Украины для того, чтобы очистить ее от всемирного сатаны. А если бы Шаих Мансур сегодня был жив, кого бы он поддержал? Нацистскую Украину с киевским режимом, который слезно поддержал агрессивную политику Израиля против несчастной газы? Или все-таки за Российскую Федерацию, президент которой защитил Коран? Ответ, по-моему, очевиден. Смотрите, на мой взгляд, очень важный вопрос, очень важным вопросом задается Джамбулат Умаров. Он говорит, если бы сегодня Шаих Мансур, Байзенгур Биноевский, если бы они были бы современниками нашими, жили бы в это время. И вот они заставили бы сегодняшние события, а именно войну России против Украины, против НАТО, как они говорят, неважно. Вот это вот широкомасштабное вторжение России на территорию Украины. Вот они заставили бы это время сегодня, будучи теми самыми людьми, тем самым Шаихом Мансуром и тем самым Байзенгуром Биноевским, которых мы знаем благодаря их борьбе с Россией. Вот заставили они сейчас это время. На чьей бы стороне был Шаих Мансур и Байзенгур? Джамбулат Умаров полагает, что они, конечно, ответ очереден. Конечно же, они были бы на стороне России, которая, по мнению Джамбулата Умарова, защищает Коран. Но давайте реально подумаем над этим вопросом. Я тоже задался этим вопросом. Шаих Мансур и Байзенгур Биноевский, чем они вообще известны? Они известны нам тем, что они боролись против России. И вот здесь возникает вопрос, а почему они боролись против России? В чем была вот эта вот историческая причина нашей борьбы с Россией, которая началась тогда, которая еще со времен Шаиха Мансура идет и продолжается по сегодняшний день. Вот все те, кого сегодня кадыровская пропаганда называет террористами, называет экстремистами, называет врагами нашего народа, пытается всячески их опорочить. На самом-то деле все эти люди, начиная от Шаиха Мансура, заканчивая добкой Умаровым, они ведь все боролись с одной и той же страной и боролись с ней по одной и той же причине. Не было в нашей истории, не было такого момента, когда причина этой борьбы, она бы изменилась. Понимаете, вот Шаих Мансур, который впервые вступил в бой с Россией, битва, допустим, под Алдами, про которую, кстати, говорит Джангулат Умаров, вот эта вот причина этой первой битвы в Алдах, под Алдами, и причина битвы в 1994 году или в 1999 году, любой из этих битв, которая была на протяжении всех этих сотен лет. Причина всегда была одна и та же. У нас причина борьбы с Россией не изменилась, она не менялась. Просто менялись люди, но причина была одна и та же. Поле боя всегда было одно и то же. Как Шаих Мансур сражался с Россией на нашей территории, то есть как и тогда Россия была оккупантом на нашей территории, то есть она пришла к нам. Не мы, не Шаих Мансур пошел в Россию где-нибудь там под Волгой или под Енисеем, там где-то на отступах к Москве. Нет, такого не было. Всегда и тогда Россия пришла к нам, и мы отражали эту атаку, это вторжение. То есть защищались. И в 1994, и в 1999 мы защищались. Всегда это происходило на территории, как правило, Чечни, либо Кавказа. Так как на тот момент Шаих Мансур все-таки ходил, он и начинал как амир мусульман Чечни, но впоследствии уже, когда он был пленен, он был уже имамом Кавказа. То есть тогда не было такого разделения Кавказа, он был, по сути, вообще борьба велась за освобождение всего Кавказа. Поэтому вот эта вот причина, по которой он сражался, Шаих Мансур, затем Байсангур при имаме Шамиле, они сражались с этой Россией по той причине, что Россия хотела контролировать нас. Что мы говорим, что мы подразумеваем под контролем? Россия хотела, чтобы мы жили так, как они хотят, чтобы они управляли всеми сферами нашей жизнедеятельности, чтобы мы судили в соответствии с тем, что будет прописано Россией для нас. И неважно, здесь, если сегодня речь идет о Российской Конституции, вчера они могли давать нам какие-то, гарантировать нам какие-то, допустим, права, скажем, вы можете там свое законодательство у себя в какой-то части сделать. Но всегда контроль за тем, что мы будем делать, как мы это будем делать, в каком аспекте мы будем судить так, как мы хотим, а в каком аспекте мы этого делать не имеем права. Что мы должны, как мы должны вести внутреннюю политику, внешнюю политику, то есть внешняя политика будет наша, внутренняя будет ваша. То есть вот эти все моменты контроля, они должны были быть у российского императора, президента, генерального секретаря. В зависимости от того, как менялась форма государственности в России, она сначала была империей, потом стала Советским Союзом, теперь она стала Российской Федерацией. Но это всегда одна и та же страна, это всегда одни и те же люди, потомки там, одних и тех же людей, и они постоянно пытались взять нас под свой контроль, оккупировать наши территории и управлять нами, и нами, и нашими землями, нашими ресурсами. И борьба Шейха Мансура, Байсангура, Джахара Дудаева, Слана Масладова, Зеленкана Индарбиева, в общем всех тех, кто с ними боролся, она всегда была за то, чтобы не дать России контроль над нами. То есть мы боролись всегда за то, чтобы быть свободными. Важно понимать вот это вот понятие свободы, что это было, это свобода от чего? Это свобода от их управления, это зависимость, это, смотрите, мы ведь не первые открыватели в этой борьбе, мы, чеченцы, это ведь далеко не первые люди, первая страна, народ, которые боролись или борются за свою свободу. Это делали и до нас, это делают и вместе с нами, вот в настоящее время, это будут делали и после нас. Всегда будет идти такая борьба. И всегда те, кто боролись за свободу, как, например, ирландцы боролись за свободу от британской короны, или те же каталонцы, которые сегодня до сих пор пытаются как-то избавиться от испанской короны, то есть всегда эти люди борются за то, чтобы уйти от их контроля. То есть чтобы сказать вот этой вот большой какой-то стране, короне, сказать, ты не будешь решать, как мы будем жить, как мы будем управлять нашими землями, как мы будем судить между собой вопросы, которые у нас возникают. Мы будем это делать так, как мы хотим. И вот это вот мы хотим, это в зависимости от народа, от страны, там бывают разные какие-то подходы. Кто-то мы, будучи мусульманами, мы, конечно, говорим, что мы будем судить в соответствии с тем, что не спослано нам от Всевышнего Аллаха. Мы будем жить так, как велит нам наша религия и наши традиции, наши устои. Скажем, у Ирландии это были другие основы, так как они католики. Они там либо говорили, что мы будем в соответствии с тем, что нам велит наша религия, либо каталонцы могут быть, мы будем говорить, жить так, как хочет наш народ. В общем, в любом случае, суть в том, что, чтобы, то есть суть борьбы в том, чтобы добиться, добиться возможности, права жить так, как хочет наш народ. А хотеть он может, хотеть он будет то, что, в зависимости от того, какие ценности, какая основа у этого народа. Так вот, у нас, у нашего народа основа это ислам, соответственно, мы стремимся именно к этому. Очень долго я, конечно, подхожу, но это тема, которая, так как я заранее сказал, что мы сегодня будем философствовать, поэтому потерпите, давайте сегодня будем разжевывать, раскрывать эту тему. Потому что вот эти вот вбросы, которые они делают, подменяя суть, говорят, что вот там он поддержал Коран, как будто бы суть нашей борьбы с Россией была в том, что они там что-то когда-то посягали на Коран. Когда Шейх Мансур и Байсангур боролись с Россией, вообще не было таких вопросов, как посягательство на Коран. Этого вообще не было. Вся суть борьбы была в том, чтобы не дать им контролировать, чтобы мы сами управляли своей жизнью, своей территорией, своими ресурсами. Потому что там хотели нами управлять так, в соответствии со своими основами и ценностями. А эти основы и ценности у нас разные, так как в основе своей мы мусульмане, а там не мусульмане. И их основы противоречили нашим. Также вопросы традиций, культуры, они тоже совершенно разные. Почему вообще происходит противостояние народов? Почему ирландцы противостояли 600 с лишним лет в Великобритании? Потому что разные основы, будь то, даже будучи христианами, это христиане разных течений. Ирландцы-католики, британцы-протестанты. Вот она, разная основа. И поэтому там не хотят, чтобы... То есть для них неприемлемы какие-то ценности, какие-то основы этих людей. Поэтому они не хотят, чтобы ими управляли в соответствии с этими ценностями. У нас же с россиянами были религиозные, разные основы. Были культурные, традиционные. Мы абсолютно разные. То есть во всех, куда бы мы, какую бы стезю мы не посмотрели, мы разные. Как восток и запад. Мы настолько несовместимы. У нас нет практически ничего общего. Ни религиозно, ни культурно, ни языковое. Ни языковое. Ничего. Настолько мы разные. И поэтому борьба, она шла вот за это. Чтобы нас не русифицировали, не христианизировали, ничего, как вот сейчас, не сделали. Не поменяли наш вот этот вот культурный, идентичный и иной код. Борьба всегда шла за это. А не за то, что там где-то кто-то посягал на Коран и так далее. Такого вообще не было. И вот теперь давайте представим. Шаих Мансур, Байсангур, которые сражаются с оккупантом, со страной, за то, чтобы не дать им контроля над собой, за то, чтобы вышвырнуть их со своих земель и не дать им вообще никакой сферы жизнедеятельности нашей управлять. Да, возможно, конечно, какие-то договора, где ради достижения своих целей, на какие-то уступки идут. Так, например, Шамиль Басаев предлагал Путину вступить в таможенный союз, не выходить из рублевой зоны. То есть какие-то бывают моменты какого-то влияния, то есть оставляют им этой стране, большой стране, с которой, к сожалению, сражаться очень сложно. И им дают какую-то возможность, то есть оставляют им какую-то зону влияния. Но при этом для того, чтобы выиграть большее, то есть чтобы управление было не за ними, чтобы управлять своими землями, своей территорией, своими ресурсами, своим народом, судить между собой, чтобы все эти вопросы вывести из-под их контроля и сказать им, окей, какие-то экономические моменты, мы вам что-то можем... То есть понятно, что еще и Мансур, и Байсангур, любой из них, пошел бы на какие-то переговоры, пошел бы на какие-то уступки. Но основой того, где нельзя пойти на какие-то уступки, за что, по сути, борются, это вот момент вот этого контроля судейства, управления народным территорией и так далее. И вот представьте теперь, они сегодня живы, они борются, боролись и борются именно за это, и вот происходит крупномасштабное вторжение России в Украину. Интересный вопрос, да? Как сказал Жамбулат Умаров, очевидно, он сказал, ответ на этот вопрос очевиден, на чьей стороне был бы Шейх Мансур и Байсангур. Вот для меня тоже абсолютно очевиден этот вопрос, кого бы в этой ситуации поддержал. Смотрите, я, наверное, все-таки сначала давайте определим, что значит поддержал. Мы сейчас не говорим про то, что Шейх Мансур или Байсангур пошел бы там в какую-то армию в российскую или же в украинскую, возглавил бы там какой-нибудь батальон и стал бы воевать на чьей-то стороне. Мы сейчас не об этом говорим. Это вообще, конечно, ничего подобного. Но я себе представить не могу. Но под поддержкой я имею в виду желание победы одной из сторон и желание поражения одной из сторон. И вот в этом плане, кого бы поддержали Шейх Мансур с Байсангуром? Вот для меня тоже ответ абсолютно очевиден. Когда есть вот этот враг, враг, с которым ты сражаешься за то, чтобы выйти из-под его контроля, из-под его суверенитета, чтобы самому управлять своим суверенитетом. И вдруг этот твой враг начинает какую-то войну, широкомасштабную войну с каким-то противником. И допустим, Шейх Мансур с Байсангуром, вот они сидят и смотрят телевизор. И выступает Жамбулат Умаров, например, с Рамзаном Кадыровым. И они начинают, значит, нести вот эту дичь. Они говорят, вот есть, говорят, Запад. Они там что-то, значит, у них какие-то ценности не такие. Они, вот у них там ЛГБТ, вот у них там парады. Вот там где-то, значит, разрешается сжигать Коран. А вот что-то такое происходит. Вот это вот Запад, он такой вот. А вот, значит, Россия здесь не разрешает сжигать Коран. Там здесь, ну, нет ЛГБТ, там, парадов. В целом есть какие-то там законы против ЛГБТ, пропаганды и так далее. И поэтому там идет, они говорят, противостояние. Вот, значит, Запад хочет вот эту вот плохую, значит, культуру принести в Россию. А Россия, значит, вот она сражается против этого. Там вот это всемирное зло, это украинцы, а вот здесь, значит, всемирное добро, это Россия. Вот они говорят, здесь вот Украина, это нацисты. Это, значит, потомки Гитлера. Они хотят там что-то, значит, это фашисты. А вот Россия, это, значит, потомки Советского Союза. Это, значит, антифашисты. Вот представьте себе реакцию Шейха Мансура и Байсангура, которые сидят, смотрят по телевизору это выступление. Как вы думаете, там бы вообще такой вопрос возник, кого в этой ситуации поддержать? Вот для Шейха Мансура и Байсангура им какое вообще дело до вопросов ЛГБТ, пропаганды? До вопросов, где там что-то, где, например, в каких-то странах разрешено там сжигать Коран, например, а в России это не разрешено, вот как вы думаете, они бы стали вообще на эти темы рассуждать? Шейха Мансура и Байсангур, которые боролись с этой Россией, вообще не по этим вопросам. Вообще не было вопросов про ЛГБТ, пропаганду, когда они с ними боролись. Вообще не было вопросов про сжигание Корана, вы понимаете? Его и так, когда они с ними воевали, в России никто не сжигал Коран. Тогда не было вообще этих вопросов, они не были актуальны. То есть вам пытаются пропихнуть информацию, причину, которая вообще по идее не существовала в те времена. То есть подмена, понимаете, подмена истинной причины вот этой борьбы, чтобы вы забылись. Я говорю сейчас про чеченцев, для которых это все рассказывается. То есть нам это рассказывают, чтобы мы вдруг забыли причину, за что мы боролись все эти годы, за что у нас сотни тысяч погибших, за что нас высылали, за что мы вот эту всю кровь проливали, за что это все происходило, то есть мы за что боролись? Мы что, у нас что, были вопросы по поводу сжигания Корана, у нас что, были вопросы ЛГБТ, пропаганды? Когда это было? Никогда этого не было. И представьте себе, вот сидят они, значит, смотрят телевизор и несут вот эту дичь Кадыров с Жамбалатом Амаровым. И вот я себе представляю диалог Байсангура Бедовского с шейхом Мансура. Допустим, один из них спрашивает, кого поддержим в этой ситуации? Вы представляете? И вы можете себе представить, чтобы там вообще состоялся такой диалог, когда началось бы обсуждение каких-то там ЛГБТ-пропаганд, парадов и прочих вещей. Понимаете, для шейха Мансура и Байсангура Бедовского основой борьбы была свобода. То есть они хотели получить свободу от оккупанта для того, чтобы установить на территории нашей, нашего государства, нашей земли, установить там законы, не способные Всевышним Аллахом, чтобы мы жили, судили, управляли в соответствии с исламом и нашими традициями и устоями. А Россия пыталась эти наши ценности, их лишить нас, эти наши ценности и навязать нам свои. И вот они за это боролись. И когда у России возникло сейчас новое противостояние, нет никаких сомнений в том, что эти два человека, эти два наших героя, они бы поддержали в плане желания победы и желания поражения, они бы желали поражения России, желали бы победы Украине, Западу. Несмотря на вот эти все ценности, которые противоречат нам, но для нас эти основы, они противоречат нам и у России, и у Запада, и вообще в принципе у любых не мусульман, эти основы, они противоречат нашим. И мы не желаем ни тех, ни этих, мы для себя же, конечно, желаем своего. Но вот это вот свое мы можем реализовать, только заполучив свободу. Для чего она нам, собственно, и нужна. Борьба за свободу, то есть свобода, это не сама цель. Свобода, это средство, с помощью которого мы достигаем, с помощью которой мы достигаем цели. То есть нам, она нужна для чего-то. И вот это вот противостояние России с Украиной, поражение России, это возможность для нас заполучить эту свободу. Вот так бы именно рассматривали Шайд Мансур с Байсенгуром этот конфликт. И поэтому невозможно себе представить, чтобы Шайд Мансур с Байсенгуром поддерживали бы в этой ситуации Россию, желали бы России укрепления своему врагу, врагу, который держит нас под контролем, пытается нас русифицировать, навязывать нам свой язык, свою культуру. Давайте пройдемся по конкретным примерам. Смотрите, для чего Шайд Мансур борется с Россией? Для того, чтобы у нас на нашей территории, в наших школах, университетах, институтах преподавали на чеченском языке. Это я как пример привожу. На каком языке сегодня мы получаем образование? На русском. Вот она борьба, один из аспектов борьбы. Влияние России на нас, наша попытка нас русифицировать. Это один из моментов. Почему у нас все образование, документы оборот, все это происходит на русском языке? Почему наш язык, чеченский язык, вымирающий сегодня? Потому что не может язык не вымирать, если на этом языке нет, не преподается в школах, не преподается в университетах. Если на этом языке нет, не издаются газеты, нет сайтов, то есть какие-то печатные издания, нет телевидения, нет фильмов, нет всего культурного и так далее на этом языке. И, конечно, он будет вымирать. Это вот один из таких моментов, за которые боролись и борются до сих пор. И поэтому не возникает у меня вопросов, кого бы в этой ситуации поддержали. Но когда Жамбулат Умаров делает эти заявления, он, конечно же, он пытается вот эту подмену, сделать сегодня эту подмену, чтобы люди вдруг забыли вот эту причину, из-за которой они с ними боролись. Вдруг они ее поменяли. И тогда получается, что вся эта борьба происходит за что? За то, чтобы в Россию не пришла ЛГБТ-пропаганда, за то, чтобы в России нельзя было сжигать Коран. И мы в этой борьбе становимся частью России. То есть вымывается, понимаете, эта причина, по которой мы с ними все эти столетия боремся, она куда-то уходит, она вымывается. И получается, что сегодня у нас и нет никаких причин для противоречий, для борьбы. Но проблема-то в том, что эта причина, по которой боролись с Россией Байсангур, с шейхом Мансуром, она никуда не ушла. Как раз таки она, она как никогда сегодня присутствует. Если при шейхе Мансуре, при Байсангуре она еще не так сильно была, сегодня она очень, она укрепилась как никогда. Сегодня у нас действует на нашей территории российская конституция. И если раньше там были какие-то моменты, мы сами чем-то могли управлять, сегодня уже никто сам ничем управлять не может. Полное доминирование российской системы над нами. Российская полиция, российские суды, российское законодательство, российское образование, русский язык. Все, все, теперь всеми сферами жизни у нас владеет Россия. И поэтому нет сомнений в том, что шейх Мансур со Байсангуром-Виновским продолжали бы бороться с Россией и поддерживали бы в этой ситуации, конечно же, противников России. Просто по причине врага моего, врага мой друг. Просто из-за этого. Понятно, что туда, конечно, там не может быть и речи, я себе не представляю, чтобы они оказались там на стороне Украины, возглавляли бы там какие-нибудь батальоны. Конечно, нет, такого я себе представить не могу. Но я убежден в том, что победу они желали бы Украине, а поражение желали бы России. И нам они желали бы свободы. В общем, думайте, размышляйте и не поддавайтесь на эту дешевую кадырскую пропаганду. Субтитры создавал DimaTorzok